Всем привет, это Сафир, и новое видео будет по игре Dungeon Crawl. Какое-то время назад я уже записывал пару видосиков, как я играю спидрана в эту игру, и отобрали у меня опять первое место, и мне пришлось его обратно себе возвращать, поэтому опять у меня получился новый видосик, который можно выложить. Но сама игра получилась часа на три, я тут подумал, что все равно тяжело смотреть три часа, поэтому я скорее всего сделаю просто обзор на эту игру, может быть, не знаю, постараюсь в полчаса уложиться, просто буду скипать какие-то технически не особо интересные моменты, а вот в сложных местах, где тяжелая битва была или какие-то важные находки находил, я скорее вот на них останавливаться буду. Вот, поэтому вперед смотреть, значит, обзор вот этой игры, где я спидранил. Ну и пока я включаю, и... Ну, во-первых, старт, то, что я сейчас вот немножко все-таки вначале расскажу. Старт у меня за Deep Dwarf, который Delver. Он появился в версии 0.26, сейчас уже версия 0.27 есть, и на версии 0.27 я играю, типа, на самый новый. Фишка этого класса в том, что ты стартуешь сразу на пятом этаже с карты Magic Mapping'а, и это супер удобно, потому что можно за счет быстрых стартов, то есть начинаешь, читаешь карту, смотришь, есть ли церковь, если не находишь, просто начинаешь заново, это тратится там буквально 30 секунд на старт, и там, не знаю, из четырех попыток у тебя на этаже будет твоя церковь, поэтому Бога ты найдешь быстро. Поэтому я считаю, что для спидрана это чуть ли не самый лучший класс Delver, потому что если играть за какого-нибудь воина, то для того, чтобы найти церковь, тебе потребуется потратить, ну, не знаю, полчаса. Ну, для того, чтобы темпово найти церковь, потому что понятно, что ее всегда можно найти, но чтобы при этом это произошло быстро, все-таки не каждый расклад подходит, потом ты там церковь находишь, а там Бога твоего нет. Поэтому Delver все-таки в спидранах он чуточку покруче. Ну, мне так кажется, я уже за него играл. Ну, ладно, короче, вперед смотреть. В общем, стартанул, я увидел, что здесь есть слева прозрачная решетка, поэтому карту Magic Mapping читать не обязательно. Собирался я играть эту версию за Аковару, и вот он на старте у меня, его алтарь появился, очень удобно. Поэтому это как бы первая, ну, типа первая цель, которая нужна во время спидрана, это своего бога найти. Поэтому вот элементарно она достигается просто за счет, ну, типа генерации, за счет того, что ты заново начинаешь. В принципе, я здесь по-разному пытался проходить за разных богов, и за Ру, и за Пекеласа на более древних версиях. Все-таки, ну, это до сих пор сложный выбор, какого бога можно считать лучшим. Непонятно. Все-таки у разных богов есть потенциал, и хороший рандом, он все-таки не менее важен, чем там бог, за которого ты играешь. Ладно, короче, я взял Аковару, прокачиваю топоры и инвокейшн для того, чтобы длительность героизма и точности, когда я ее изучу, для того, чтобы она была хорошая. Первая цель элементарно достигается, ну, просто за счет рестартов. Теперь цель это раскачаться, потому что этот дипдворф, он очень слаб, у него третий класс брони, двенадцатый ворот, его все убивают, а тут уже вокруг отряды Яков бегают. Естественно, они меня разорвут. Здесь, я думаю, на тему того, как у них шлем украсть. Ну, и здесь можно спокойно отдать свиток страха в обмен на шлем, я считаю, нормальный размен, потому что свиток страха... Ну, короче, шлем, он всегда тебе будет класс брони давать, а свиток страха очень ситуативный, непонятно, когда понадобится. Поэтому, раз я уже говорил, что я буду перематывать, то здесь я немножко начну перематывать. Вот я забрал этот шлем, свиток страха и валим. Ну, сейчас тоже, наверное, нужно дальше перематывать. В общем, какая у меня ближайшая цель? Это лезть как можно глубже в подземелье. Желательно до самой нижней глубины, для того, чтобы проверить наличие порталов на каждом из этажей. Ну, и плюс шмотки какие-нибудь найти. После того, как порталы все проверены, можно идти в логово. Вот такой вот план на игру. Ну, здесь довольно сложное сражение, поэтому стою в коридор и лечусь. Но это все непринципиально. Здесь у гнома есть его лечение, поэтому умереть гном не может. Это просто вопрос, сколько лечения он потратит для того, чтобы всех убить. Ну, в общем, тратит, страдает. Персонаж абсолютно не раскачан, поэтому на старте у него уходит куча маны. Ну, это типа нормально, что поделать. Ладно, короче, сейчас я этого убью, огра, и дальше что-нибудь перемотаю. Кстати, первую звездочку благословенности бога получил. Теперь могу героизм использовать. Короче, бегаю, собираю предметы. Добрался до шестого этажа. Нашел церковь, которая уже не актуальна. Так, смотрим дальше. Седьмой этаж. Ну, тоже обычная беготня. Здесь я не вижу как-то смысла на чем-то внимание акцентировать. Все довольно по дефолту. Разве что прокачку можно обратить. У меня прокачиваются столик топор, инвокейшн и эвокейшн. На восьмом этаже нашел портал, который с кучей нежити. Портал, ну, по ситуации. Иногда я в него захожу, иногда я его скипаю. Поскольку я его прямо здесь вижу рядом, то, конечно, стоит зайти. Там много свитков и банок есть. Но проблема в том, что здесь герой есть. Здесь довольно сложная ситуация. Нужно как-то и с кентавром справиться, и героя убить. А у меня всего лишь пятый уровень, и из шмоток только легенький топор. Короче, все сложно. Поэтому можно посмотреть, как я здесь буду разруливать проблемную ситуацию. Ну, героизм использовал, плюс табоца начал. Но тут внезапно еще и вот этот лемур справа подошел. Это принципиально меняет ситуацию. Оказывается, я с двумя уникальными сражаюсь. Сразу это перебор. Кентавры я грохнул, но дальше с помощью банки ускорения предпочитаю как-нибудь убить пикеля вначале, для того чтобы хотя бы с его ребятами не нужно было драться. Потому что я очень много лечения потрачу, если просто продолжу здесь табать. Я их, скорее всего, убью, но оно того не стоит. Можно попробовать в портал зайти. А, здесь я просто ищу пикеля. То есть, вот этот вот кружок, это просто немножко позиционирует, но что-то его не видно. Короче, непонятно где он. Ну, вот нашелся. Надо как-то вначале его грохнуть. У него есть палка полиморфа, кстати, но у меня тоже есть. Я первый ее использую. Довольно опасные монстры из него появляются, поэтому даже непонятно, стоит ли это делать. Наверное, лучше не делать. Ну, то, что черная мамба меня просто убьет, если она здесь появится. Ну, в общем, огромная толпа народу и у меня только легенький топор. Короче, все сложено. Можно пока посмотреть, как я здесь буду выкручиваться. А, поднял топор потяжелее, кстати. Ну, он не зачарованный. Слишком долго им махать. Я просто предпочитаю оттуда уйти. Вот это да. Взял топор потяжелее. Ну, ладно. Короче, решил, что нужно подкачать. Здесь все более-менее понятно. Сейчас можно немножко благосклонности бога поднять на отряде вот этих гонолей, вернуться и уже с помощью новой палки, которую я вот здесь вижу, палка паралича. Я думаю, ее будет достаточно, чтобы там всех поубивать. Просто чисто через паралич. Так, ну, здесь дальше, дальше. С этими двумя уникальными все более-менее понятно. Они просто с помощью героизма плюс табы должны все умереть. Для надежности можно паралич использовать. Шанс на успех 50%. Это более чем дофига. Ну да, вот этих уников убил. Можно дальше двигаться. Короче, перематываю. Ну, посох пламени не особо крутая находка. Так вот и вернулся, короче, на этаж, где вот эти сражения происходили. Здесь, оказывается, есть еще Гарольд в этой куче. Полиморф на Гарольда довольно неплохо работает. То есть, существа, которые из него появятся в случае успеха, они более-менее безопасны. Ну, персонаж у меня все равно очень сильно слаб. Но хотя бы что изменилось? У меня появилось несколько посохов. Паралич, полиморф, огонь. Поэтому с этими тремя уникальными монстрами, на которые здесь Пикель бегает, потом эта тетенька, Гарольд. В принципе, есть варианты, как их поубивать. Но еще нужно в портал зайти. О, еще один уникальный четвертый. Здесь уникальный есть. Но у него броня хорошая, с ним надо посражаться. Паралич на него, в принципе, более-менее неплохо выглядит. Потому что два монстра... Ну, паралич, полиморф, вот это все без разницы. И отряд Яков еще на горизонте. Короче, очень такой восьмой этаж насыщенный. Здесь все хотят меня убить. Очень много кандидатов на это. От отряда Яков тоже не побегаешь. Зажмут они рано или поздно. Так, подобрал броню, потому что я бегаю до сих пор в кожаный. Это явно будет апгрейд, если я ее одену от защиты от огня. Ну, здесь довольно просто. Что здесь? Героизм включается, тап должно сработать. Отошел на кляточку назад для того, чтобы сразу больше народу меня могли атаковать. Но они не стали, в общем. Я им предлагал немножко выйти из этого, чтобы сразу с двумя сражаться. Короче, тут все понятно. Один на один меня никто убить не сможет. А если какие-то проблемы, если что, я смогу вылечиться. Поэтому в узком вот таком проходе, один на один, все у меня под контролем. Сверху отряд призраков появился. У одного из них в руках довольно перспективный топор. Это War X. Мне он даже, наверное, сейчас лучше, чем Broad X, потому что мы хотим, получится быстрее. У меня еще навык не прокачен. Ну, плюс он как-то зачарован. Сейчас посмотрим, каким зачарованием. Я сам не помню. Использую паралич на всех этих монстров. Они очень сильно меня сейчас дамажат. Я еще не успел одеть этот рингмейл защиты от огня, который снял с метателя камней. Параличи тратятся налево и направо. Это нормально. Вот этот бой... А, иногда я еще смотрю, где-то нашел в эмпирический ножик. Ну, пофигу. А, вот он. Вот как раз вот здесь я нашел в эмпирический ножик. Во-первых, хороший топор. То есть, вот здесь на восьмом этаже, получается, я нашел апгрейд оружия. Плюс четыре War X заморозки. Это шикарно. Еще нашел в эмпирический кинжал. Иногда это тоже бывает полезно, когда ты используешь паралич на монстр, потом его ножиком добиваешь. Кучу здоровья можно таким образом высосать. Пока до портала пытаюсь побыстрее дойти, пока он не закрылся. Ну, здесь все элементарно. Все оттабы должны помереть. Смотреть особо не на что. Перематываем. Бегаю по всем углам. Собираю, что здесь плохо лежит. Тут все понятно. Баночки собрал. Переодел. Я смотрю, у меня класс брони изменился. Переодел я ренагмейл. Теперь я бегаю чуть более тяжелой броньки. Ну, окей, погнали дальше. Здесь пока, в принципе, все понятно. Понятно, понятно. Дальше едем. Это я полиморфнул Гарольда. Он превратился в овцу. Короче, потихоньку разбираю всех, кто здесь остался. Уже, я смотрю, у меня 14 класс брони стал. Я где-то назад немножко верну. Вот где-то здесь я сейчас плейд этот броню одену другую. А, вот я нашел броню, получается. Я пропустил этот момент. То есть я немножко проапгрейдился здесь с рингмейла и перешел на плейдмейл, который защищает от огня. Окей, ладно, едем дальше. Сражаюсь здесь с уникальными. Ну, уже получается ни за что, потому что весь лут я забрал просто для того, чтобы дальше пройти. Так, едем дальше. Восьмой этаж. Четыре звездочки Аковару. Поднял огненное оружие для того, чтобы потом с гидрами было проще сражаться. Так, следует девятый этаж. Ну, короче, восьмой, девятый. И пока все более-менее... Так, ну, огур. Ну, можно посмотреть. Мне кажется, без шансов тут. Ну, разочек полечиться, наверное, придется. Ну, повезло, мне даже ударить не смог. Короче, двуголовый огур уже для меня не соперник. То есть есть хорошее оружие, есть... Так, секундочку. Так, продолжаем. Немножко отвлекся. Ну, так вот, есть плюс четыре топора уже. Исследуем девятый этаж и ищем логово. Ищем предметы. Лезем как можно глубже. Так, ну, здесь все более-менее понятно. В принципе, меня сейчас не может никто убить, не может никто ваншотнуть. Потому что у меня шестнадцатый класс брони. И, в принципе, у меня есть довольно неплохое оружие, которое на данном этапе игры сильно дамажит. Поэтому моя здесь выживаемость, она вообще не под вопросом. Так, десятый этаж подземелья. Ну, я думаю, здесь можно немножко ускориться. Вот, исследуя... А, кстати, как я сюда забрел? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, просто случайно поднялся на лестнице назад с девятого этажа, и я понял по кустикам, что я логово нашел. Очень спряталось это логово. Повезло, что мне удалось его найти. Благодаря тому, что я многие лестницы проверяю, вот сейчас я заметил... Теперь, короче, я знаю, куда мне идти. Осталось просто проверить наличие порталов. Ну, и, в принципе, можно будет идти в логово. Короче, я здесь немножко перематываю. Десятый этаж исследую. Точнее, я не исследую этаж. Я как только нахожу какую-то лестницу вниз, я сразу же по ней спускаюсь и просто пытаюсь как можно глубже забраться. В принципе, отряд даже яков уже не выглядит настолько грозно, потому что есть хорошее боевое оружие, есть хороший класс брони. Я их практически без потерь хитпоинтов здесь уже убиваю. Получил пятую звездочку. Атаковару, сражаясь с подобными монстрами, которые уже выглядят довольно халявно. То есть, персонаж хорошо прокачан. И если раньше нужно было паралички дать на подобных призраков, то теперь просто табом их всех разваливает. Ладно, короче, едем дальше. Даже вот эта мантикора, она не настолько опасна. Просто спрятаться за камушком. Короче, здесь все будет. С ней никаких проблем не вижу. Пока даже между делом можно свитки почитать, пока она ко мне приближается. Короче, до 13-го этажа под земель я добрался. Получается, никаких порталов у меня нифига нет. Ой, ничего сегодня опасно. Она мне до 20 хитпоинтов спустила. Но это ей очень сильно повезло. На самом деле, я думаю, шансов у нее здесь немного. 13-й этаж, 14-й этаж. Ну и, в принципе, 14-й этаж это уже приемлемо. То есть, можно, конечно, до 15-го пытаться лезть. Но здесь я решаю, что ладно. Я, можно считать, проверил то, что порталов у меня нет. Поэтому, что теперь остается делать? То есть, я проверил все подземелья. Ну, кроме 15-го этажа. Ладно, здесь я немножко поленился. Только идти в логово. То есть, в принципе, в подземелье мне больше делать нечего. Потому что лут искать просто бегая по подземелью, это не очень темпово. Самое лучшее место, где искать лут, это какие-нибудь порталы или волты. Но ничего в глаза по дороге не бросилось. Короче, перематываю момент, когда я доберусь до логова. Здесь немножко технически это просто... Ну, там пчелы по дороге вообще. О, я нашел свиток эквайрмента. По-моему, я его немножко попозже прочитаю, поэтому... Точнее, нашел я его немножко раньше, видимо. Здесь я его просто опознал. Ну, это, видимо, рандомно валялся где-то в подземелье. А пока я его не читаю. Мне, в принципе, мое оружие на данном этапе вполне устраивает. Почему не читаю? Ну, это вот такой сложный вопрос. Я не уверен, что я здесь абсолютно прав. В том плане, что... Ну, есть такое, вроде бы, то ли миф, то ли это на самом деле так. Чем позже ты прочитаешь свиток эквайрмента, тем лучше тебе предметы выпадают. Вот. Я не знаю, насколько это правда, но... Поэтому немножко я здесь откладываю момент прочтения. Еще я не уверен до конца, насколько героизм влияет на прочтение свиток. Поэтому... Ну, типа, в зависимости от того, какие у тебя навыки прокачаны, свиток эквайрмента дает различные предметы. Грубо говоря, если у тебя прокачаны топоры, то он тебе с большей вероятностью именно топор даст. Вот. А если на мне героизм, то я не уверен, как работает этот свиток. То есть, может быть, он... Грубо говоря, у меня сейчас прокачаны и дубинки, и копья, и там... И ножи. У меня сейчас все оружие прокачано за счет героизма. Возможно, это на эквайрмент не влияет. Возможно, влияет. Короче, как мне героизм слезет, я прочитаю этот свиток обязательно. Но пока я его не стал читать вот по этим двум причинам. С одной стороны, чем позднее, тем лучше предметы. С другой стороны, непонятна его синергия с героизмом. Короче, едем дальше. Да, здесь бои, но ничего такого. О, кстати. Вот сейчас с этим огром надо внимательно посмотреть. Ээээ... Эээ... Секундочку. Перемотаю. Вот я, короче, с ним дерусь-дерусь-дерусь. Так, ну давай-давай. Все, короче, убил двухголового вогра, и Аковару мне дарят плюс 3 вемпирический battle-ex за убийство вот этого вогра. Ну, это ключевая находка в этом прохождении. После вот этой находки становится понятно, что нужно немножко более внимательно играть, потому что... Ну, не то что ключевая. В принципе, можно за Аковару играть без вампиризма, но с вампиризмом играть гораздо комфортнее. Также из печального то, что получается, я не могу щиты использовать, дворочное оружие, оно в этом плане очень сильно тебя, ну, как бы, делает слабее в том плане, что обороны никакая. Тем не менее, играть становится сложнее, но, как бы, если ты при этом не умираешь, то быстрее по ходам получается. Потому что махать бродаксом, да, это безопаснее со щитом, когда ты это делаешь. Тебя сложнее убить, но количество взмахов, которые ты делаешь для того, чтобы всех побивать, оно больше. Вот, поэтому если ты умудряешься не умереть, нося Battle Axe, то по ходам твое прохождение быстрее получает. Короче, здесь сложно все. С одной стороны, с двуручным оружием ты гораздо более юзвим, и ты можешь помереть в ситуации, где топор со щитом бы выжил. Но, с другой стороны, если ты не помираешь, то получается более темповая игра. Ладно, короче, я иду в логово, я и так уже до этого в логово шел, но теперь я иду в логово с эмпирическим Battle Axe. Короче, мне его Аковару подарил, едем дальше. Логово, все эти... Ну, можно посмотреть, как я один на один дерусь против. Насколько моя сила котируется. Пофиг, ладно. И так понятно, что я его разорву. Так, короче, я вошел в логово, смотрю уже на втором этаже. Ну, можно посмотреть, как какой-нибудь пак монстров убиваю. Дайте мне пак монстров. Пока я просто бегаю... А, ну вот, кстати, видно, что на данный момент у меня есть. У меня уже стал плюс шесть Battle Axe вампирически. То есть я потратил все свитки зачарования на него. Я видел, как я нашел плюс два броня РФ где-то там. Шлемак, я помню, украл за использование свитка страха. Ну, то есть пока у меня такие бредметы, 1300 ходов, я в логово. Смотрим дальше. Ну, вот, например, можно посмотреть вот эти вот бои. Например, пачка Яков. Просто герои и все, они все затабались без вопросов. Ну, то есть логово становится более чем убиваемым. С таким вот шмотом. Зеркало, конечно, подниму. Видел на карте то, что у меня есть ветка пауков. Пока у меня нет резиста к яду. Поэтому к паукам сразу же не бегу. Возможно, у меня есть другая ветка, которая, например, шоалсы. И там сопротивление яду не настолько важно, как у пауков. Поэтому вначале я пытаюсь выяснить, какая у меня вторая ветка. Ну, и плюс проверяю наличие порталов. Все-таки нужно добраться до шестого этажа логова. Опять же, потому что я до сих пор не встретил ни одного портала. Ну, путевого. Потому что те нежить, которых я бил на седьмом или восьмом этаже, я уж не помню. Это довольно плохой портал. Там награда не очень хорошая. Мне бы хотелось лабиринт. Мне бы хотелось вулкан. Некоторые ледяные пещеры тоже хорошие. А, вот здесь я, кстати, читаю свиток эквайрмента, который я опознал в подземелье немного ранее. Возьму вот этот вот топор. Он еще более тяжелый. Но, судя по всему, я все-таки буду двуручным оружием в этом прохождении сражаться. И против тех монстров, у которых есть иммунитет к вампиризму. Ну, то есть, это все демоны, все растения, неживые существа. Существа, у которых есть сопротивление негативной энергии. И против них надо использовать вот этот топор. Соответственно, против всех остальных переключаться на эмпирический battlex. Такой вот план. И с этим планом в голове я сейчас возьму этот топор. Можно, в принципе, перематывать. Сейчас тут и одумаю. Но, в общем, идею я уже рассказал. Плюс вот этот вот топор плюс восемь, который... Он создает лужицы холодные под существами, которых он атакует. И у него свойство то, что он замораживает. Короче, он в теории может гидр убивать. Потому что я достаточно быстро могу махать под героизмом плюс точностью. И мне, получается, не особо нужно огненное оружие. Против гидр я могу вот этим тяжелым топором, в принципе, справиться. Потому что я достаточно быстро буду наносить урон. И она не успеет отрегенить и убить меня. Так, ладно. Здесь я исследую. У Sony не оружие дисторшина. Это печально. Ну, в общем, я превращаю в змею и убиваю. Тут все понятно. Ищу следующую ветку. Упал плащ, который дает защиту от коррозии. Спасибо, конечно, на Ковару. Но, в общем-то... Не особо хорошая находка. Кольцо защиты норм пойдет. Плюс четыре протекшна еще нашел. Так, короче, бегаю по логову. Свитки. Вот это все. Четвертый этаж. Против большой этап монстров никаких проблем нет. Использую просто героизм плюс точность. И все умирают. То есть, логово, оно уже несерьезно. То есть, здесь никакой угрозы для меня нет. Паки таких вот овечек. Все это ни о чем. Пятый этаж. Ищу порталы. Четвертый этаж. Вот это похоже на болото, деревья, которые там есть. И поскольку я проверил порталы уже на большинстве этажей, то мне уже получается по ходам нужно идти за руной. Ну, просто потому что мне делать нечего. Наличие порталов я проверил. Ну, собственно, все. То есть, где мои рунные ветки я знаю, надо идти. Поэтому иду в болото, получается. А, нет. Я до шестого этажа еще вначале дохожу. Ну, короче. Так, здесь просто... Ну, вот можно посмотреть будет гидра, кстати. Мне кажется, это первая гидра, которую я встретил. Ну, давай, давай. Я еще тут сейчас думаю что-то. Но в итоге смотрим, как бой проходит. Да без шансов. То есть, просто по таблу она у меня там 3 хитпоинты сняла. Она даже не успевает ничего сделать. Ну, против остальных понятно, что сейчас переключусь на обычный боевой топор, скорее всего. Который вампирический. Так, ну ладно. Здесь в общем смотреть пока получается нечего. Нашел волт с пчелами. У меня нету сопротивления яду. Наверное, с этой точки зрения я все еще не бегу. То есть, я решаю проверить, что находится в этом волте, какая награда. Потому что мне хочется найти какой-то вариант, как сопротивление яду получить. Ну, с одной стороны опасно, но на самом деле нет. Потому что под бафами на героизм и точность у меня скорость атаки 0,3 или 0,4. То есть, там от рандома зависит. Короче, ни о чем. Так, окаменение. Это все тоже классно. Но меня это не остановит. Проверяю волт с пчелами. Какие-то свитки. Амнезия. Потом уязвимость. Еще одна уязвимость. Короче, ничего ценного тут не нашлось. Потеря времени просто. Едем дальше. Ну, а дальше уже… Да, вот на болото. До болото добрался. Ну, что здесь можно перед ходом в болото так вот примерно свою силу оценить? Я довольно слаб. У меня неплохое оружие, которое наносит урон. Но у меня, во-первых, нет сопротивления яду. И, во-вторых, нет щита. Поэтому, как бы, таким персонажем, идя в болото, главное не перевыпендриваться. То есть, все-таки, ну, стараться избегать… Ну, один на двоих еще можно, наверное. Но вот один на троих уже, наверное, не нужно выпендриваться. Один на один, наверное, слишком медленно драться. Короче, иду вперед. У меня есть полет от топора, который Frostbite называется. Поэтому, если где-то будет вода, то это не проблема вроде бы. Единственное, что меня здесь останавливает, это сопротивление яду. То есть, какой-нибудь confusion, из которого будет сложно выйти. Ну, в общем, смотрим. Против таких, когда дерусь, переключаю на свой ледяной топор, потому что он резист к холоду еще дает. Ну, это мелочь, ладно. Ну, на первом этаже вроде никаких проблем. Ну, вот видно, например, что даже несмотря на то, что я замедлен, в принципе, сложности не особо. Ну, пока, по крайней мере, с теми монстрами, которых я здесь видел. Так-то понятно, что кто-то другой может появиться из-за угла. А здесь пока ничего сложного. А, вот увидел Торнхантера. Ну, можно посмотреть, как я с ним буду разбираться. На него не работает вампиризм, поэтому это растение. Можно спокойно сражаться с помощью этой ледяного топора. Ну, тут такой технический момент. Мне просто нужно, видимо, скипнуть несколько ходов, для того, чтобы это растение ко мне поближе подошло. Потому что я за углом спрятался, и я не сам на него бегу. Я жду, когда оно ко мне подойдет. Ладно, короче, перемат... Я уже его убил. Ну, короче, там не на что смотреть. Там просто взял затабл. Нашел лестницу. Так, лестница, лестница. Какие-то рандомные, не особо сильные монстры. А, ну, вот... Видно, как я сражался против Свамдрейка. Я его полиморфнул. Чтобы на меня конфьюжен не сработал. Ну, спорное решение, но ладно. Третий этаж болота. Кольцо какое-то нашел. Кольцо плюс четыре сленг. Ну, пойдет. Точность увеличивает. Мои тяжелые пушки любят промахиваться. Поэтому... Удобно. Хотя, конечно, понятно, что я предпочел бы защиту от яда. Но лучше, чем пустой слот, однозначно. Так, крабик издалека. Все фигня. Опять же, героизм, точность плюс полет есть от моего топора. И можно его спокойно затабить. Не проблема. Начал магию изучать. Примерно в этот момент. Для того, чтобы, видимо, аппортейшн изучить. Где-то я его нашел, видимо. Так, а как я в этой ситуации-то оказался? А, ну вот. У меня 67 хитпоинтов. Я только что подрался с этим крабом призрачным. Подумал, что ладно. С помощью вампиризма на следующем этаже я это... Насосу у кого-нибудь. Врываюсь на третий этаж. И мгновенно в меня стреляет вот этот вот червяк, притягивая к себе. Я оказываюсь в воде. Это проблема. Потому что из воды бить надежно не получится. И сражаясь против гидры мне важна... Короче, тут довольно проблемная ситуация. Ситуация получается. Потому что... Ну, это выглядит на самом деле фигня. Там, там... Нет. Здесь опасно очень. Потому что... Дракон сзади может в меня вдохнуть ядовитым облаком. У меня нет защиты от яда. То есть здесь, во-первых, даже один на один дракон на данном этапе сейчас это очень опасно для меня. С ним нужно крайне аккуратно действовать. Из-за отсутствия сопротивления. А кроме этого, я еще стою в воде. На меня бежит гидра. И вот рядом это... Ну, то есть... Внезапно на ровном месте проблема. Поэтому я здесь сейчас подумаю. Потрачу свиток страха. Поэтому просто перематываю. Ну, они разбежались кто куда. Когда я там полечился с помощью обилки. И уже... Не настолько все сложно. Но был вот такой момент, когда... Так, здесь какой-то... А, здесь я думаю, что дальше делать. Потому что на меня со всех сторон бежит толпа сприганов. И здесь нет удобного места, где можно было бы посражаться один против двоих. Там один против... Ну, то есть, предпочитаю через другую лестницу перейти. Возможно, это потеря темпа. Можно было их всех поубивать. Это может быть ошибка. Но... В общем, как сыграл, так играл. Ну... Из-за того, что у меня нет счета, я подумал, что я лучше не буду рисковать. И убью их всех, но не по одиночке. А вот сразу, когда троих, это нормально. Где-то мне при этом еще гидра и червяка, и ты не в воде стоишь. Так. Дракон там дальше. Сейчас посмотрим, даст ли он мне свою броню. Нет, не дал. Не будет мне сопротивления яду. Короче, едем дальше. Здесь есть, кстати, вот это вот копье, которое на земле лежит. Оно зачарованное. И важно такими предметами проверять, потому что мне нужно оружие дисторшна найти. Для того, чтобы в бездну попасть. Поэтому... Я перематываю, но я, конечно, проверю, что там за оружие. Так, ну здесь вроде не особо опасно. Можно, я думаю, дальше скипать. Ну, вообще можно посмотреть. Ну, здесь тап работает. Вроде... Никаких сложностей не должно возникнуть. Друид здесь не может ничего опасного сделать. Так, короче, едем дальше. Здесь уже все померли. Да, да-да, банки собираю. Видимо, аппортейшн еще не докачан. Я, собственно, ручно это делаю. Так, едем дальше. Копье оказалось не свойство дисторшн. Снова все не то, мимо. Так, здесь бой против трех. Ну, в принципе, немного опасно. Можно посмотреть. Это вот довольно опасный банник, который... Как три циклопа, наверное. Я не особо разбираюсь в этих новых монстрах, но вот как работает вот эта вот баня, я посмотрел, что у него медленные атаки, но, типа, он сразу делает все три, а потом отдыхает несколько ходов. Но, опять же, на мне есть два бафа. На скорость атаки, на плюс пять ко всем обилкам, поэтому видно, что им довольно сложно сражаться с таким гномом. А, ну вот я добрался до четвертого этажа болота. Так, ну ладно, продолжаем. Короче, четвертый этаж болота. А, ну да, кстати, вот здесь был момент, когда я открывал свои статы. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Во, я лучше здесь паузу поставлю. Две тысячи пятьсотый ход. Есть плюс восемь топор. Есть броня, которая сдает РФ. Защита от коррозии есть. И такие хольца. Довольно круто. Единственное, вот говорю, что мне здесь не хватает, это защита от яда. Ладно, короче, едем дальше. Нашел волт. Ну, там видно было по камушкам, в какую сторону идти. Гидры, ну, я уже показывал, да, что они, в принципе, табаются, если все обилки использовать. Здесь еще краб неприятно вдалеке. И еще неприятно, что этот дрейк есть, у меня нет защиты от яда. Придется как-то извращаться. Ну, ладно, в общем, здесь что-нибудь придумаю. Табать я дальше буду. Я так понимаю, здесь бутылку выпил, которая снимает confusion просто. Да, это была бутылка лечения. То есть здесь от confusion я избавился через лечение. Здесь просто из облака подвину сейчас. Короче, разрулил ситуацию. Так, все понятно. Врываемся в волт. Видим 27-головую гидру. Ну, у меня есть простое решение для гидры. Это зеркало. Так, короче, здесь тоже все понятно. Сейчас всех табать буду. Единственное, здесь неприятность в том, что подо мной периодически вот эти облака появляются, а у меня нет резиста к этому делу. Ну, у меня есть несколько бутылок, которые снимают confusion, поэтому не особо опасно. Так, немножко спрятался, чтобы против только двух сразу драться. Свиток тумана для того, чтобы подо мной было облако и никто подо мной других облаков не создавал. То есть, не было там ядовитого облака подо мной, не было вот этого облака, которое confusion накладывает. Ну, довольно удобно. Я считаю, стратежно здесь использовать не было свитка тумана. Даже не ради того, чтобы обзор убрать, а ради того, чтобы защититься от яда. Таким образом. Короче, табаюсь. Большая толпа врагов, но все табаются, табаются. Туман, конечно, здесь очень сильно защищает. Благодаря нему получилось без сопротивления к яду вот эту вот большую толпу злодеев здесь поубивать. Так, все еще здесь кого-то убиваю. С одного из драконов выпала броня, защищающая от яда. Но я здесь их довольно много убил, поэтому было бы удивительно, если бы она не выпала. Поэтому сейчас нужно будет переодеть для того, чтобы хотя бы остаток вот этого логова, он, ну, попроще был. Плюс мне потом все равно к паукам идти, там тоже нужен резист. Топор, который на полу лежит. Здесь даже два топора на полу можно видеть. Они оба бесполезны. Ну, то есть там зачарование какое-то не особо интересное. Типа плюс один и плюс два. То есть у меня есть плюс восемь топор, поэтому я их даже тут не поднимаю. Переоделся в сопротивление к яду. Теперь мне вообще здесь никто не опасен. Ну, ладно, на самом деле опасно. Это я преувеличиваю, потому что, короче, болото его немножко переработали. И здесь, ну, можно на ровном месте помереть, если не очень аккуратно играть. Ладно, короче, я из логова уже, из болото вылезаю. Руну я там забрал. В принципе, там основное сражение было видно против этой 27-головой гидры, которая от зеркала умерла. Остальных просто затабал. Так, теперь дорога идет техническая часть, короче, к паукам бегу. А пауки вообще не опасны. Ну, вернее, как не опасны. Ну, и в разумных количествах. Опять же, если я буду один против двух-трех, то я должен справиться за счет вампиризма. То есть вампирить я буду больше, чем они меня дамажат. Опять же, сопротивление яда уже есть, поэтому довольно комфортно я себя здесь чувствую. Ну, в общем, что-то там я лезу куда-то вглубь. Стараюсь как можно больше народу сразу бить, где есть такая возможность. Третий этаж. Дротики там мне какие-то подарили. Это все неинтересно. Это подарки, на которых можно даже внимание не акцентировать, как вот те два тяжелых топора, которые на земле валялись. Они принципиально ничего не меняют. Здесь с помощью пасвола получается немножко сэкономить. Но тут спорный момент. Можно было драться с этими мухами или нет. Возможно, там есть какие-то более качественные свитки, чем эти вот свитки опознавания предметов. Да и даже свитки опознавания предметов мне все равно нужны. Может быть, стоило с ними подраться, не знаю. Я забил просто на них. Так, четвертый этаж паучьего гнезда. Даже несмотря на то, что местность... Ну, вообще, местность открыта. Это может быть опасно, поэтому здесь нужно просто... Я вот здесь в невидимость ухожу для того, чтобы не так много народу... Ой, что-то там... Короче, чтобы не так массово меня это убивали. Но в целом там все табаются. Это я просто проверяю другие лестницы. Врываюсь в вулт. Опять же, таб здесь должен работать. Ну, если учесть то, что у меня есть героизм плюс точность... Ну, вот можно посмотреть, как я сейчас затабаю, допустим, вот этого вот скорпиона. Один на один, только ты и я. Против... Плюс шесть топора с вампиризмом. Ну, в общем, видно, что один на один у скорпиона нет шансов. Сейчас второго еще точно так же грохну. Там я пока дротики кидаю, чтобы этих вот орбов убили. Короче, паучков, которые кидают. Ну, вообще, даже не теряю здоровья практически. То есть, если даже пошел уже к этому скорпиону еще в нагрузку, еще несколько других для того, чтобы сходы сэкономить. Но это вот рискованный маневр. Может, так не стоит делать. Но, по крайней мере, один на один это без шансов. Так, ладно, едем дальше. Баффы обновил. Выпилил тут толпу. Очень удобный волт. Здесь можно спокойно в узком месте сражаться против... Ну, вот здесь вот как раз я стою, и они потихоньку все выходят. Да, у меня там маны высосали. Это невидимые мухи. У меня нет возможности видеть невидимых. Но у меня есть сопротивление яду и оружие, которое бьется скоростью 3 десятых. Поэтому... Поэтому тут просто убивали. В общем, они постепенно заканчиваются. Заканчиваются... Ну, немножко даже назад отошел, видимо, чтобы вот этих вот паучков как-то убить. Плиморф. Ну да, племорф. Окей. Так, ну все, вот она руна. Короче, аппортейшн забрал руну. Сейчас баночки заберу. Ну, видно тут было, что по силе я достаточно прокачан для того, чтобы без вопросов справляться. Тут дорога назад идет. Две руны есть. Теперь мне дорога в бездну. Но пока возможности попасть в бездну нет. Так, продолжаем. Я просто тут постепенно перематываю. В общем, выбрался из логова пауков. Ищу тут всякие кратчайшие дороги. Это технические моменты, которые, на мой взгляд, не особо стоит на них фокусироваться. Ну, в общем, выбираю там кратчайший путь по лестницам. Какая у меня текущая цель? Ну, третья руна, очевидно. Это значит, мне нужно в бездну прорываться. Но какие есть... Здесь я просто лезу. Вот это мне очень напоминает вход в логворков. Поэтому мне хочется здесь проверить. Да, действительно, вход. Опять же, порталы там могут быть. Поэтому просто зайти глянуть, нет ли портала. Это хороший мув, на мой взгляд. Несмотря на то, что даже сейчас у меня уже есть две руны. И, может быть, немножко поздновато это делать. Но все равно... Зайти проверить, это очень мало ходов. Поэтому... Ну, иду проверять. Ничего здесь нету. На следующем этаже тоже ничего нету. Ну, в общем, вошел, вышел и продолжаю свой путь. В общем, тут ловить нечего. Просто так с этими руками драться. Это, конечно, трата времени. Так, ладно, едем дальше. Так, одиннадцатый этаж. Ну, в общем, мне на пятнадцатый надо идти. Так, четырнадцатый. Здесь я нахожу вход в Волт. Но мне туда не надо. Слишком медленно эта руна добывается. Так, сейчас я здесь... Такой момент тоже. Короче, вот захожу на пятнадцатый. Здесь есть лабиринт. Там написали, что Distance North есть. То есть, если я в самом начале бы не поленился, таки добрался до пятнадцатого этажа, я бы получил бы возможность посражаться в лабиринте. То есть, ну, сложно сказать, насколько это правда. Сейчас посмотрим, какой там будет лут. Но, получается, я немножко не доработал в самом начале, когда лез вглубь. Я добрался до четырнадцатого этажа подземелья. А если бы добрался до пятнадцатого, то я получил бы свой заветный портал. А так я его вижу только после получения двух урон, что уже немножко как бы, ну, не познавато ли. Но ключевой момент, почему мне туда надо идти, это потому что я абсолютно не готов идти в ЗОД. Это может казаться, что у меня хороший персонаж, но он хороший только на уровне сражений в Логиве Пауков или там в Болоте. И в депсах моего персонажа просто разорвут, потому что у меня сопротивлений вообще нет. У меня есть броня, которая дает плейт-армор, которая дает одно сопротивление огню. И это единственный источник сопротивления огня, который у меня, в принципе, сейчас есть. У меня вообще нет сопротивления электричеству, сопротивления яда у меня тоже нет, потому что сейчас я уже переоделся обратно в плейт-армор. Нашел, кстати, свиток аквайермент еще. Первый, напомню, мне выдал топор Frostbite. Так вот, короче, фишка в том, что сейчас у меня сопротивлений вообще никаких нет. У меня сопротивление к огню есть только с брони. Сопротивление к холоду у меня есть только с топора, когда я его одеваю. То есть, если я в эмпирический использую, у меня нет сопротивления к холоду. Короче, у меня нет никаких резистов. И идти так в депс без счета – это нарываться на смерть. Поэтому сейчас мой персонаж выглядит очень слабо. Ладно, не очень слабо, а просто слабо. Поэтому то, что здесь есть портал, это все-таки стоит проверять. Короче, следу этаж, иду в портал. Это я просто объясняю логику, что я там забыл. А забыл я там резиста. Ну вот, сейчас еще раз. Вот мои шмотки на данный момент. Два кольца, которые дают protection slaying, резист к коррозии с плаща, резист к огню с брони. То есть, ну, маловато сопротивлений. Во-первых, на одном сопротивлении. Ну, то есть, можно, но хотелось бы немножко усилиться. Хотя бы потому, что у меня щита нет. Поэтому уделить внимание броне очень важно. Ладно, короче, едем дальше. Так, здесь сражаюсь с кем-то. А, ну да, acquirement, который я вот здесь свиток прочитал. Там мусор. Есть немножко денег. Есть амулет, который... Ну, здесь сложное решение. Я деньги выберу. Возможно, это ошибка. Нужно было амулет отражения брать. Не знаю. У меня просто никакого слота под амулет нет. Я подумал, что я сейчас в любом случае в портале найду какой-нибудь амулет. Поэтому, типа, ну, не зачарованный, не артефактный. Может быть, фиг с ним. Ладно, короче, едем дальше. Видно на миникарте то, что в правом нижнем углу портал. Поэтому, куда идти, я представляю. Опознаю некоторые бутылки и параллельно сражаюсь с нежитью. Так, вход нашел на пятнадцатый этаж и портал. Вперед. На мой взгляд, это самый крутой портал. В него нужно... Ну, то есть, это вот самый большой источник полезных предметов. Тут я немножко пороклетчик продвинулся, посмотреть, какая награда. Хотя бы в первой комнате. Пошел по верхней ветке, потому что там есть свиток зачарования брони. Это плюс один класс брони. Так, ну здесь все понятно. Свиток поднял, проверил вот этот кинжальчик. В бездну он не позволяет попасть. Едем дальше. Собирался... Слава собирался уложиться в полчаса. В итоге пятьдесят минут смотрим. Что-то я недостаточно темпово перематываю, что ли. Ну, пчелы. Ну, здесь кольцо интересно какое будет. Отошел назад, чтобы сразу двоих бить, а не по очереди. Ой, ладно, с пчелами все понятно. Давай. Момент, когда я проверяю кольцо. Кольцо дает защиту от электричества плюс защиту от магии и немножко интеллекта. Хорошая находка, очень крутая. Она закрывает одно из проблемных мест, которые у меня на данный момент есть. Это отсутствие защиты от электричества. Если мне оно понадобится, я могу в любой момент теперь его одеть. Поэтому это здорово. Здесь куча симулякров. У меня есть защита от холода на топоре, поэтому... Они, конечно, сильные, но не прям не убийственно сильные. И здесь есть еще артефактная шляпа. Шикарная шляпа дает два резиста к огню. То есть вот одним этим, получается, порталом получилось закрыть вообще все проблемные места, которые у меня есть. Потому что теперь у меня сопротивление к огню достаточно для того, чтобы в зоте плевать на этих орбов. Ну, топор их явно быстрее там задамажит, чем они меня. Я закрыл проблему отсутствие... То есть отсутствие защиты от электричества решено, защита от коррозии на плаще, защита от холода на топоре, защита от огня на шляпе. У меня есть все резисты, кроме резиста к яду, наверное. Резист к яду важен, но не критичен. То есть можно и без него как-нибудь выкрутиться. То есть вот этот портал, он уже... Он уже великолепен. По крайней мере, проблема в том, что я умру в зоте, он в целом закрыл. То есть вряд ли умру. Так, здесь еще Минотавр, у которого тоже есть еще лут. Нашел какие-то артефактные ботинки, я смотрю. Так, ну, Минотавр довольно сложно меня убить. У меня прокачанный персонаж. Нашел альтернативный вариант защиты от электричества. В принципе, можно переодеть свою защиту, плейт-армор, который дает защиту от огня, на защиту от электричества с помощью вот этой шкурки штурмового дракона. Но в целом, поскольку у меня есть кольцо, это уже излишне. То есть у меня и так один вариант есть. Смысла второй использовать. Проверяю, что за книжки, проверяю, что тут еще валяется. А, ботинки я здесь нашел, вот эти артефактные. Которые дают возможность... Они дают, во-первых, много силы. И, во-вторых, возможность, невидимость использовать удобно. Опять же, в зоте невидимость может быть полезна. Ну и иногда, в некоторых ситуациях. Но этот шлем я не могу надевать, потому что у меня шлем теперь уже дает защиту от огня огромную. Ну и еще вот этот вот конденсер вейн, который облака создает. Тоже крутая штука. Так, ну ладно. В общем, это конец портала. Так, продолжаем, значит. Выбираюсь из портала. И мне нужно все еще как-то попасть в бездну. И к зоту можно считать, что после портала я уже готов. То есть, в плане резистов и выживаемости я у себя чувствую, ну не то чтобы прям супер уверенно, но достаточно. Для того, чтобы там был простор для ошибок, для всего, вроде бы не должен помереть. Единственная проблема теперь это как быстро бездну найти, потому что дисторшна нет. Я ищу любого монстра, который умеет в бездну отправлять. Это довольно неплохой вариант, как туда попасть. У меня есть свиток уязвимости, который можно прочитать. Для того, чтобы банишмент у врага более успешно работал. Ну, здесь я просто на входе табаюсь. Ну, можно, кстати, посмотреть, как вот встречает меня бездна. Ушел в невидимость. Огромная толпа врагов. Плюс два броня. Animal skill. Скину мне в награду. Это самый ужасный робот, который, в принципе, бывает. Вроде бы на входе много народу, но видно, что без шансов. То есть, здесь не опасно для меня. Ну, когда невидимость исчезает, уже поопаснее становится. Но здесь, кстати, небольшая ошибка. Я использовал сразу же невидимость. Ладно, здесь большая ошибка. У меня закончилась первая невидимость. И я сразу же использовал вторую. Нельзя так делать. Видно, что не работает. То есть, у меня сейчас contamination. Не делать мне невидим. Довольно грубо, кстати. В каких-то далеких версиях два раза подряд можно было использовать. Какое-то время невидимость таки работала. Видимо, сейчас все не так. Давно я не играл. Но в любом случае даже без инвиза тут все от таба умирают. Но в награду за ошибку я получу минус 10% хитпоинтов в мутацию. Поэтому косячки. Не без этого. Так, ладно, ищу лестницы. На первом этаже подземелья мне делать нечего. Портал в бездну гарантированно есть на четвертом этаже подземелья. Поэтому мне нужно либо туда, либо мне нужно найти оружие дисторшена, либо найти монстра, который в бане шумеет. В общем-то бегаю, табаю против монстров, которые имеют холодную атаку. Я использую свой холодный топор. Против таких вот можно вампирически использовать. А, и вот такое место тоже довольно, кстати, крутое. Бегаю себе следует первый этаж депса и падаю в самое сердце какого-то волта. Вокруг меня миллион врагов. Лич. Ну, правда, лич не умеет в бане. Сейчас я это проверю. Но это очень опасная ситуация. Спокойно здесь можно помирить вообще без вариантов. Во-первых, за счет того, что у них просто есть хексы, которые с вероятностью 27% работают. То есть, если у лича есть замедление с вероятностью 27%, то, наверное, у этого сфинкса есть еще и паралич примерно с такой же вероятностью. Короче, жопа тут. Надо как-то сваливать отсюда. Вот. Ну, и тем не менее, я с фулл хп бегаю, поэтому, конечно, все очень опасно, но нужно просто правильно действовать, и тогда жизнь наладится. Читаю свиток самонинга для того, чтобы мясом прикрыться и били не только меня, а еще там вот этих призванных вот этих вот всех моих. То есть, призвал толпу народу, свиток телепортации, прячусь за своим этим мясным щитом, ну и жду, когда телепортация таки врубится. В процессе еще нашел, когда сдвигался одно из колец, которое в этом волте лежало в качестве награды, это кольцо защиты от яду. Это единственный сопротивление, которого сейчас у меня нет. То есть, все остальные резисты у меня есть. Поэтому в процессе телепортации еще и кольцо я это с собой встырю. Ну да, здесь я смотрю, есть ли что-то ценные. Ну, то есть, можно на паузу поставить. Ну, есть ботинки какие-то, но у меня есть ботинки артефактные, которые дают силу и возможность невидимость использовать. То есть, они однозначно нет. Здесь есть только свиток самонинга, еще один из очарований брони. То есть, ничего супер критичного здесь нет, за что бы нужно было бы там поп рвать. Поэтому ждем телепортации. А, ну вот я уже телепортнулся там куда-то. Ну, то есть, было опасно, но типа… А, вот видно в левом нижнем углу карты лестницу назад. То есть, в процессе исследования можно еще примерно в ту сторону исследовать. Этот волт, который в центре с артефактами был, он именно с артефактами. То есть, он лестницы не блокирует. То есть, по идее, лестницы должны быть где-то все за пределами этого волта. Поэтому, особенно в плане того, что типа… А в центре остались лестницы? Нет, я так здесь не парюсь на этот счет. Я понимаю, что лестницы внутри не должно быть. Вот. Просто потому, что это волт, и его… Он не рандомный, я его структуру представляю. То есть, просто еще лестницы за пределами этого огромного волта, который чуть ли не полкарты занимает. Типа должно быть их много, но не очень здесь везет. Приходится довольно длинный путь делать. Так, тут я с кем-то… А, тут тролль, который под хостой и под силой. Я в него кидаю курари дротик, чтобы он был не настолько злобный. Ну, а в целом, в остальном… Все равно я его чего-то боюсь. Ну, наверное, потому что тролль под силой – это все-таки… Немножко я там палки айсбласта поюзал, как я смотрю. Так, еще какое-то кольцо бесполезное, защита от… Так, вот, вернулся к лестнице на предыдущий этаж. Очень неудобно расположено, далеко от входа. Ну, других вариантов пока нет. Так… Так, продолжаю следовать второй этаж депса. Ну, все еще не везет мне здесь сильно. Конечно, по идее, лестницу можно довольно быстро находить, но здесь, несмотря на то, что огромный кусок карты занял центральный вулт, лестницы как-то с трудом встречаются. Ну, тем не менее… А, здесь довольно опасно, кстати. Ну, то есть… Вот это пример… Перемотаю. Вот, вроде… Очень крутой персонаж, шикарно прокачан фулл хп. Один гребаный синий тролль под силой. И я уже со 120 хитпоинтов спускаюсь на, там, 50. И это уже опасно. И у меня нет никаких свитков блинк, у меня вообще нифига нет. И у меня пропала обилка, которая точность. У меня только герой сейчас на мне висит. То есть, я вовремя не прожал обилку, и из-за этого проблемы возникли. То есть, это не прям, как бы… То есть, смерть-смерть – это, во-первых, только сильный тролль, а не железный тролль. Но это показывает, что в отсутствии щита здесь, за этого гнома нельзя вообще никак расслабляться. Потому что смерть может, там, буквально за любым углом тебя ждать. Вот эта пачка троллей, она… Не то, что могла меня убить. Наверное, не могла. Но очень к этому близко было. То есть, если бы ей повезло, там… Я сейчас кураре, который кидал, я бы сейчас промахнулся, а он бы там не промахнулся. И… Ну, то есть, играя без щита, приходится… Короче, дисперсия большая. То есть, в среднем он быстрее, двуручный, но… Это если ты не умираешь. Так, ладно, нашел две лестницы где-то. На третий этаж депса я добрался. Это третий этаж глубин. Все еще… Проблема в том, что… И да, темповое, очень хорошее прохождение. Но в бездну это непонятно, как попадать. Вижу волт какой-то. И… Ну, это спорное решение. Но я таки хочу посмотреть, что это за волт. Ну, в смысле, что это за арена. Там могут быть интересные предметы. Бывает оружие дисторшена где-то на таких аренах. Вот. Поэтому… Пойду сейчас гляну, что там за волт. Так, ну, здесь один на один без проблем. Ну, вообще, это спорное решение, то, что я поперся туда. Скорее всего… Ну, здесь… Как можно оправдать такое решение? То, что я очень сильно впереди по ходам. То есть… Ну, типа, я могу себе позволить подобные мероприятия. То есть, по-хорошему, мне бы сейчас, не отвлекаясь, двигаться в сторону четвертого этажа глубин, в сторону похода в бездну… Оправдать это можно тем, что у меня нет оружия дисторшена. Я таки надеюсь его найти. Вот. Таким образом… Ну, наверное, да. То есть, если бы у меня было оружие дисторшена, я бы уже в зод бежал, а не по всяким там аренам бегал. Короче, я надеюсь побыстрее в бездну попасть. Я думаю, это основная все-таки мотивация моя проверки, что же там за волт. И… Ну, заодно по дороге я могу какого-нибудь лича встретить. Так, ладно. В общем, короче, пробегаюсь вокруг, ищу где есть вход туда. Вижу артефактные перчатки и амулет. У меня слот под амулет пустой, слот под перчатки у меня занят каким-то мусорным… Ну, то есть, можно посмотреть, перчаток нет, амулета нет. То есть, в принципе, можно горбануть этот волт, потому что есть два предмета, которые мне бы пригодились. Так, ну вот вход. Тут я собираюсь с мыслями, думаю. В итоге бафаюсь всеми бафами, и… Сейчас, где это будет? Так, героизм, точность… Даже хасту здесь поюзал. Да, хаста – это спорно. То есть, не знаю. Прочитал свиток эмолейшена для того, чтобы они сразу все здесь взорвались нафиг. У меня есть, напомню, у меня, по-моему, два плюсика от РФ. То есть, мне на эти взрывы плюс-минус пофигу. Ну, наверное, здесь лишняя была спешка. Она была на случай, если что-то пойдет не так. Вот. То есть, по сути, без нее бы здесь все то же самое бы произошло. Но, с другой стороны, эта банка хасты не просто так в пустоту ушла. Она ушла за перчатки и за амулет. Смотрим, короче, что за награды здесь. Но самое главное, что здесь… Какой награды здесь нет? Здесь нет оружия дисторшна. Это все еще самая главная проблема, которая есть в этом прохождении. А, я здесь нашел броню золотого дракона, кстати. Здесь был золотой дракон. И я сейчас в нее переоденусь. Она закрывает ту проблему, что у меня нет резисток к яду. При этом дает… Ну, то есть, удобно, короче. Да, она может быть слишком у ворота много как бы убирает. Но у меня огромная сила. Поэтому, если уж кто-то должен носить такую тяжелую броню, то это точно я. Так, ну, в общем… Так, этот вулт я зачистил. Так, смотрим, какие у меня на данном этапе сопротивляемости. Еще раз. Вот я переоделся в свою эту золотую броню. Все идеально. То есть, этот персонаж, он не может умереть. У него четыре с половиной тысячи ходов. И единственная его проблема, которая на данный момент существует, это… Где гребаная бездна? Вот. В остальном он прекрасен. То есть, уже прямо сейчас можно идти выигрывать игру. Вот. Ладно, едем дальше. Так, здесь я выхожу, вижу еще портал, который очень сильно напоминает зигурат, потому что здесь есть святая аура. Кстати, выпала еще одна довольно интересная броня. Вот этот вот кристалл плейт армор, которая… Ну, она плюс-минус такая же, как моя золотая броня, поэтому… Ну ладно. В общем, Айзула затабал, всех тут я табаю, потому что я уже не убиваем… Ну ладно, я убиваемый, но… Никогда нам не героизм точности, я бью там один против двоих. Так, ладно, короче, едем дальше. Тут я всех табаю, табаю. Кто меня остановит? Только тролль под хостой и силой. Поэтому с этими надо аккуратно все-таки действовать. Так, еще раз смотрю на то, что у меня вообще есть все резисты, мне ничего не нужно. И зигурат по-хорошему можно было бы скипнуть. И я бы так и сделал, скорее всего, если бы у меня было бы оружие дисторшн. Поэтому все-таки, я думаю, стоит туда зайти. Так, врываюсь в зигурат. Проверить первые несколько этажей – это в любом случае плюсовый ход, потому что… Могут найтись свитки Magic Mapping'а, могут найтись свитки Blink'а. Ну и просто, в конце концов, оружие дисторшн'а, что я здесь и пытаюсь обнаружить. Короче, эти этажи тут все просто было. Тут тоже смотреть особо не на что. Вот здесь вроде что-то сложное намечается. Ну, вообще, можно награду посмотреть. Ну, или пофиг. Оранжевая статуя – это проблема. Но пока те призванные существа, которые передо мной, это не настолько критично. Короче, можно просто табать. Ну, в общем, всех за табл. Два свитка неопознанных, подозрительно на Blink'а похожи. Проверил с свитком идентификации. Действительно, у меня появилось… То есть, я вот зашел в зиг, я уже нашел два свитка Blink'а. То есть… Вот очень сложный этаж. С одной стороны, их можно, наверное, убить. С другой стороны, я только что нашел два свитка Blink'а, поэтому… Что-то у меня не возникло. То есть… Ну, да, вот я их там табаю, табаю. Наверное, мог бы я их здесь добить. Но мне все-таки не захотелось рисковать, потому что… Так, короче, я просто здесь что делаю? Я здесь просто блинкаюсь на выход. И иду на следующий этаж. Спорное решение. Можно было взять свою волю в кулак и затабить всех. Ну, не знаю. В общем, я предпочел избежать этого боя. На том этаже ничего сильно интересного не было. Тут элементарный этаж, где от таба все помирают. Свиток зачарования оружия. Телепортация. Ящик зверей. Ничего особо крутого. Ни мэппинг, ни… Вот довольно сложный тоже этаж, потому что, опять же, две оранжевые статуи. Мне очень много… Здесь я забыл то, что у меня резист к магии низкий. Надо надеть все-таки кольцо, которое от этого защищает. Только после этого снять конфьюжен. Есть у меня топор, который защищает от ледяных облаков. Почему я его все еще в руку не взял? Потому что я не очень. Мог немножко раньше его в руку взять. Ну ладно, в любом случае… Ну, в общем, бегу к этим статуям. Табаюсь. Виберический топор меня лечит. Вот оно, мое спасение. Ну, в общем, здесь все от табы умирают. А, здесь я для того, чтобы хорошее решение малыш использовал. Потому что все-таки… Ну, то есть, это существенно поможет. Ну, в общем, все взорвались. Я забираю награду и иду, наверное, дальше. Башню не убил просто потому, что ходы не хочу тратить. Награды здесь никакой хорошей нет. А, я вообще вышел уже. Ну, окей. То есть, я немножко побегал. Я не скажу, что я нашел что-то путевое. Не, свитки-блинки, по-моему, я нашел точно. Свитки-блинки, причем нормально, то есть… А, я один потратил, два нашел. Что, только один? Ну, короче, по-моему, там я еще где-то находил. Я точно не помню, но у меня вроде к зоту будет их целых четыре штуки. Хотя, может, позже найду. Короче… Ладно, если объективно оценивать, зигурат бесполезен. Вот. То есть, можно было спокойно его скипнуть, ничего бы не изменилось. И я и так уже был готов. Вот я на четвертом этаже подземелья. Вот еще, кстати, свиток-блинка. Здорово. Использовал здесь Magic Mapping для того, чтобы найти портал, который в бездну ведет. Ну, вот он вдалеке. Только не напрямик к нему иду, потому что тогда весь Волт ко мне сбежится немножко в обход. Ну, то есть, вот так вот по краешку. При этом центр карты избегает для того, чтобы огромную толпу не заагрить. Ну, вот самая сложная часть игры, потому что здесь полный рандом. Здесь неважно, хорошо ты играешь, плохо ты играешь. Если ты с первого этажа заходишь в бездну, то это может быть очень долго. Бегаю, следую. Сейчас вот так блинка нашел. Вот у меня их четыре становятся. Я смотрю, нашел и переход в итоге на следующий этаж. Так, второй этаж тоже бегаю, бегаю. Ну, не сразу видно, да, что... То есть, это не халявная бездна. Некоторые бездны можно за 200 ходов пройти. Здесь в итоге, по-моему, я около 500 потрачу. Ну, это для входа с первого этажа это хороший результат, я считаю. То есть, могло быть все гораздо печальнее. Здесь я слишком прокачан, поэтому никакой угрозы абсолютно нет. Поэтому не вижу смысла здесь что-то показывать. Даже вот этот лич, он мне тоже не опасен. Ну, и камон. Причем на мне свитка телепортации, вернее, телепортация на мне сейчас висит. Ладно, он немного опасен. Но в итоге отделался легким испугом. Телепортацию в бездне я использую для того, чтобы быстрее исследовать. Сейчас она помогла еще с боя с личем избежать, который мог быть проблемным. Но это не основное назначение телепортации. Основное все-таки это просто более быстрое исследование. Выход. Это не то. Но вот вверху я вижу переход на третий этаж. Наконец-то третий этаж бездны. Здесь уже может появиться руна. Собственно, бегаю, ищу. Опять же, на мне висит телепортация. Это я использую для быстрого исследования бездны. Но здесь я ее отменил, потому что я и так заметил руну. Это вот кусочек волта, который с руной. В общем-то, иду туда. Опять же, в плане выживаемости на данном этапе вопросов нет. Бездну я более чем готов. То есть, бездна — это без шансов. У меня персонаж уже к зоту готов. То есть, все резисты, хитпоинты, хилки — все есть. Так, врываюсь внутрь. Полет у меня есть на топоре, поэтому лава для меня небольшая проблема. Так, взял рунку. Ну и иду на следующий этаж на бис-4, просто потому что вероятность выхода найти побольше. Поэтому нормальное решение. Ну и вот за углом выход. То есть, бездна получилась, я считаю, довольно хорошо, при том, что оружия дисторшена у меня не было. Но, с другой стороны, я вот какой крюк по четвертому этажу сделал для того, чтобы до бездны дойти. То есть, опять же, при хорошем... Если рандом со мной больше бы немножко мне помогал бы, то, конечно, можно все существенно быстрее сделать. Если сейчас рекорд в районе 7000, то позднее до 6000 можно будет добраться. Но это уже потребует везения. Собственно, в этом прохождении везение, наверное, закончилось с появлением эпирического топора в начале игры. И то это довольно спорная находка, потому что двуручное оружие, оно все-таки довольно рискованное. То есть, ну, мне не очевидно все-таки, что оно даже лучше для спидрана. То есть, с одной стороны, да, но ускоряя твое прохождение, ты больше дамага за ход наносишь. Но тот факт, что ты можешь умереть просто от этого вот гребаного железного тролля... Я реально вообще могу от него умереть. Просто сейчас вот возьмет его там кто-нибудь, хосту на него накинет, не знаю. Ладно, ну, то есть, здесь, может, никто не накинет, но из-за угла выйдет этот его приятель-тролль, который бафает своих союзников. Просто вот эти вот тролли, которые сейчас рядом, они не умеют бафать, они ЛРД ковстуют. Ну, ну, в общем, без счета... Ладно, короче, здесь смотреть не на что. Здесь я сейчас подумаю, что сделать, и к лестнице пойду, пофиг на них. Немножко можно здоровье об них восстановить, потому что у меня его маловато. Ну, а в остальном они здесь не особо нужны. С личами драться не хочу просто так. Так, это пятый этаж. Бездны. Ну, и там уже видно было место, где орб. Так, секундочку. Так, продолжаем. Ну, и вот финальная часть, это Зод и... Так, ладно, смотрим, короче. Ну, опять вот, пак троллей. Ну, вот, можно подумать, да, типа, я тут говорил, что я тут крутой, фантастически прокачан, но на самом деле, опять же, вот один железный тролль, который сейчас под силой, и до него сейчас еще хосту повесят его друзья, и это очень опасно. То есть вот уже сейчас я тут в ужасе кидаю всякие эти... Но, конечно, яд, это самый слабый, наверное, облако, которое тут могло появиться. Приходится там самунить какого-то зверя, чтобы... Ну, то есть... Приходится играть аккуратно. Наверное, если бы у меня был бы щит, я там какую-то сетку кидаю, чтобы упростить бой. Если был бы щит, то я бы мог просто табать сразу. Ну, с другой стороны, ну, подумаешь, кинул сетку, и что это меняет? Вот. То есть, может, я и не сильно по ходам тут потерял. Плащик — это подарок от бога. Судя по тому, что я его не поднял, он не особо полезный. Так, ну, здесь пытаюсь, опять же, не выпендриваться. То есть я, с одной стороны, могу обрываться вперед, и давайте я сразу один на всех. Но это риск. Здесь я уже начинаю немного замедляться, потому что понимаю, что я сильно впереди по ходам, и мне не нужно на тысячу ходов выигрывать игру. Если я выиграю там плюс 300 ходов, это тоже приемлемый результат. И для того, чтобы так выиграть, я могу довольно аккуратно сейчас играть. То есть, с одной стороны, можно было бы ворваться сейчас внутрь этапа сразу, там, не знаю, пятерых драконов вместе. Возможно, я бы их убил. А возможно, нет. То есть это было бы точно быстрее, чем вот так вот по одному в дверях их ждать. Вот. Но при этом, как бы, есть риски, что могу не справиться. Так, ладно. Короче, первый этаж зота. Справа очень подозрительно на волт похожее место. Прям вот очень справа подозрительно. Я попытался туда пройти с помощью пасвола, не вышло. Здесь я вижу то, что здесь еще и камень такой, что прям его и не прокопаешь. Я понимаю, что это прям 100% волт. И почти точно лестниц других я не найду. Мне обязательно нужно в него идти. Ну, здесь я потратил немножко ходов на осознание этого. То есть я мог бы сразу понять, что это волт пойти направо, а не вверх. Но, с другой стороны, я довольно быстро понял, что игра меня тут обмануть пытается, и мне надо именно туда. Поэтому сейчас я тут переобуюсь и врываюсь в этот волт. Ну, то есть здесь все лестницы, естественно. Если бы я по этажу бегал, то хрен бы мне, что тут получилось. Но, опять же, обилка дипдворфа, которая немножко приоткрывает карту, она позволяет понимать, куда тебе надо идти, где волты, в которых все лестницы спрятаны. Поэтому на первом этаже можно считать, что повезло мне. Ну, мне не повезло, что здесь такой волт оказался, в котором все лестницы. С другой стороны, я быстро это понял и сразу туда пошел. Поэтому довольно неплохо сыграно. Проверяю все три лестницы, которые есть, но в видимости... Ну, вот, нашел, короче, какую-то... Стоп, а я как добрался... А, ну, здесь ничего сложного. Короче, просто бегаю, здесь что-то есть. Вот в сторону двигаюсь. Ничего опасного, там, не знаю. Одного золотого дракона я убивал еще там, когда по Депсу бегал. Четвертый этаж. Тоже вроде никаких проблем. Так, лестница видна. И пятый этаж зота. Ну, пятый этаж зота — это тоже сложное место, потому что здесь есть довольно... Украшение было в том плане, что по силе этот персонаж может руну украсть. Ну, в смысле, орб украсть. У меня есть все необходимые резисты. У меня есть банк хосты, по-моему, все еще. У меня есть четыре свитка блинка. Есть куча свитков телепортации. Короче, у меня есть все, что необходимо для воровства этого орба. И это, конечно, быстрее. То есть, украсть орб — это самое быстрое, что можно придумать на пятом этаже зота. Проблема в том, что иногда это воровство закончится неудачей. Вот. И, с одной стороны, есть такой вот high risk, high reward. Ну, то есть, типа, рискованное, но с большой наградой такое решение. И есть относительно безопасное решение — это активировать, например, рядом ловушка, которая стоит. И пусть ко мне придут и попробуют меня убить, а я тут закопаюсь в каком-нибудь узком месте. И, ну, я не знаю. Здесь я принимаю решение, что мне не нужно рисковать. Я так сильно впереди. Это пусть Сергей потом рискует, когда ему нужно будет обратно свое первое место отбивать. Спорное решение, но тем не менее. Короче, здесь я об этом думаю. И рано или поздно я приду к тому, что вот на мне сейчас марка висит. Я тут выкопал себе ямку. Ну, и жду, когда ко мне народ придет. Народу не очень много пришло. Пришел один арб огня. Бесславно умер. Второй арб огня сюда пришел. В мою эту дырочку, которую я здесь создал. Ну, и точно так же бесславно. То есть у меня персонаж, ну, видно, я потерял на арбе 15 хитпоинт. То есть я хорошо прокачан. То есть, наверное, можно было по-другому играть. То есть можно было более агрессивно играть. Ну, с другой стороны, я потерял здесь, наверное, 200 ходов за счет того, что я решил драться, а не воровать. Ну, с другой стороны, я уменьшил риски от внезапной смерти. Еще тут одну дырочку выкопал для того, чтобы с Личем подраться. Ну, опять же, при сражениях один на один здесь шансов умереть нет. Для сражений один на один персонаж достаточно прокачан. Проблемы могут быть, если на меня много народу накинется. В общем, основная часть вот этих легких, ну, не основная часть, по крайней мере половина, я надеюсь, оттуда уже благодаря метке оттуда вышла. Здесь остается все-таки, ну, небольшая часть. Потихоньку сражаюсь с теми, кто здесь есть. Ну, не особо, скажу, что прямо это... Не особо быстро. А, здесь, по-моему, момент еще был такой. Сейчас покажу. Вот здесь вот я сражаюсь с этим клоуном. Сражаюсь, сражаюсь, и опа, короче, я свинья. Ну, это просто проверка на наличие бутылки канцеля... Не знаю, как это... Прекращение. Ну, довольно тупая механика. Типа, если у тебя есть бутылка, то ты молодец, ты в безопасности. А если у тебя нет бутылки, извините, ты умер. Ну, вот здесь у меня оказалось, что у меня есть эта бутылка, поэтому, типа, клоун ушел ни с чем. Ну, в общем, не знаю. На мой взгляд, довольно тупая механика. Зачем они превращают в свинью, не знаю. И то дальше здесь тоже очень сложное место, потому что... Ну, не знаю, в общем. Это же может спокойно самонить шедоу кричи использовать. А на пятом этаже зота шедоу кричи очень опасны, поэтому и вот эта вот статуя тоже выглядит опасно. Но у меня есть четыре светка блинка, и игра уже близится к концу, поэтому я думаю, что да ладно, можно тут потратить. Короче, блинкаюсь прямо на статую, и в итоге эта статуя самонит шедоу кричи. Статуя слева тоже самонит шедоу кричи. И против сражения... То есть я сражался с одним этим големом плюс... Ну, вот эта вот... С осьминожкой. Не знаю. Тентакливый монстр. Вместо этого сражения получилось сражение там с паком этих драконов, еще с орбом огня. Ну, короче, какая-то жесть. Но я уже на первой статуе, поэтому ее я могу затабать. И это минус половина самонов. Ну и вторую статую тоже можно через свиток блинка забрать. Довольно дорого здесь за два блинка. Ну, то есть можно здесь вообще было блинкаться в сторону орба, а не на статую. Короче, здесь... Здесь было миллион разных способов, как справиться. Потому что персонаж готов. То есть сейчас он здесь не чувствует... Не чувствует проблем. Идет дальше. Всех бьют. Ну, все. Аппортейшном забираю. Пытаюсь забрать орб. Он сопротивляется изо всех сил. Так, что я его забрал? Нет, да. Забрал. Бегу назад. Опять же, очередное спорное решение. Назад можно через ловушку телепорта вернуться. Сэкономить кучу ходов. Но я тут притворяюсь девочкой. И типа мне страшно. Я не хочу рисковать. А то вдруг я в правую половину легких отправлюсь. И там меня убьют. Короче, я настолько впереди, что я здесь принимаю решения очень нетемповые. Я очень много ходов здесь потерял. Можно явно быстрее сыграть. Но какая разница, мне все равно первое место. Пусть страдают. Ну, то есть плюс там 300 ходов, которые я получил. Это и так достаточно. Здесь довольно сложное место. Немножко я думаю. Тут что делать. В итоге надо просто табать. Начиная с этого, который Торминд умеет делать. Он самый опасный. Короче, больше здесь проблем, по идее, не будет. Дальше просто я бегу. Здесь просто под инвизом можно обратно вылезть. Никто мне ничего не сделает. Они даже не знают, куда стрелять. Этот через одну клеточку атакует. Поэтому он вместе со мной на лестницу не перейдет. Так что пофиг на него. Короче, вся обратная дорога здесь уже... Ну, иногда бывают сложные решения. Типа, как вот здесь вот с этим Торминдером. Тоже приходится подумать, что делать. Ну, в итоге... Никаких панлордов здесь. Никаких... Серафов там, я не знаю, кого-нибудь. Короче, путь назад был довольно комфортный. Я не знаю. Ну, то есть... Ну, вот, например, тут окей... Ну, то есть можно посмотреть. Ну, а что здесь такого особенного? Ну, то есть вот... Окей, допустим, смотрим. Вот я иду, там вот, примерился. Вот вроде вижу лестницу, мне налево надо. Вижу, бац, тут появился этот. Ну, окей, пойдем другой дорогой. Ну, то есть здесь никакой особой, какой-то хитрой магии нет. Ну, то есть... Просто вот обхожу вот там, а дальше с помощью пасвола перелезаю. Ну, то есть... Ну, короче, здесь ничего сложного. Бежим, бежим, бежим. Сложность есть на пятом этаже, потому что, идя на четвертый этаж, ты его не исследовал, потому что я задел и растартовал. Поэтому последние несколько этажей, вот они... Они типа сложные, да. То есть вот... Вот я сейчас спустился на четвертый этаж, и я сразу вижу лестницу. То есть она отмечена синей клеточкой, я ее опознал. Поэтому здесь, перейдя, мне повезло, я знаю, куда идти. Вот сейчас перехожу на третий этаж. Он не разведан, но я тоже вдалеке вижу клеточку, куда мне нужно идти. Поэтому... Ну, обратная дорога была довольно комфортная. То есть здесь я окей прокопал, сейчас там до второго этажа доберусь. Ну, то есть... На втором этаже прямо в пределах видимости есть лестница. На первом этаже просто последний свиток Magic Mapping читаю, понимаю, где находится выход. Закончил игру, конечно, с небольшой ошибкой. Нужно было... Когда я тут ползу в сторону выхода, нужно было свитки Blink поюзать. Я бы таким образом десяток ходов бы сэкономил. То есть нужно здесь не пешком было идти, а на свитках Blink. Ну, ладно. В любом случае победа. Полтора часа получилось. Ну, ладно, сколько получилось. Короче, такая вот серия получилась. Как обычно, что дальше будет, без понятия. Но пока на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.